Говорит Черкесск В студии известнями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов в ячейке, запрещенной в России террасистской организации ИГИЛ. Некоммерческая организация Республики стала победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Более 150 километров электролинии реконструировали в регионе для снижения энергопотерь. И в Черкесске появится еще одно атмосферное место. Сфер с памятником Есенину преобразится. Далее подробности. В конце прошлой недели руководитель региона Рашид Тимреза в Москве принял участие в совещании по вопросу подготовки кадров в сфере туризма. Меробрятие прошло в рамках подготовки заседания Президиума Государственного совета страны по развитию туризма в России под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета страны Игоря Левитина. В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15%. В прошлом году мы преодолели отметку 1 миллион 700 тысяч туристов в год и намерены и дальше развивать наши курортные зоны, отметил руководитель региона. По его словам, уже сегодня наши курорты имеют полное право претендовать на звание международного уровня. С увеличением туристического потока в республику растет и потребность в повышении уровня оказываемых услуг и подготовке современных профессиональных кадров. Ежегодно для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства в Карачаево-Черкесии выпускается более 200 специалистов со средним профессиональным образованием и более 30 специалистов с высшим образованием бакалавров, рассказал Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что будет уделено внимание и дальнейшему наращиванию кадрового потенциала для туристической отрасли. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объект общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Дамбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя. И вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. Более 150 километров электролинии реконструировали в регионе для снижения энергопотерь. Обновление распределительных сетей выполнено в населенных пунктах Прикубанского и Карачаевского районов. Заменено в частности 6215 износившихся опор и 156 километров провода на самонесущие изолированы. Кроме этого, на обновленных линиях электропередачи специалисты установили почти 7 тысяч новых умных счетчиков, которые защищены от стороннего вмешательства и манипуляций с показаниями. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ячейки, запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, занимавшихся вербовкой жителей региона и пропагандой своих идей. По местам их проживания обнаружены и взяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, большое количество боеприпасов, средства связи, содержащие материалы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Следственными органами в отношении задержанных уже возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям организации и участия в деятельности террористического сообщества и пропаганда терроризма. Налоговые органы Карачаева-Черкесии приступили к приему специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов, вкладов в банках, представляемых налогоплательщиками в соответствии с федеральными законами. Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Татьяна Мамхьягова. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике информирует вас о проведении четвертого этапа амнистии капиталов. До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, о ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные и финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что они будут размещены на счетах в российских банках в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации. В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российские банки и организации финансового рынка. В эти дни в поселках Архиз и Романтик приостановлена подача газа. В связи с обильными осадками в реке Большой Зеленчук поднялся уровень воды, что стало причиной повреждения газопровода и приостановки газоснабжения в двух населенных пунктах Зеленчукского района. Правительством региона оперативно создана рабочая группа, которая на месте оценила ущерб и определила пути скорейшего восстановления газоснабжения. 14 километров дороги, ведущей к Лунной Поляне, будут отремонтированы с применением новых технологий. В частности, на участке автодороги Архиз Луная Поляна-Дука продолжаются работы по ремонту и устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальта бетона. Его основными преимуществами являются водонепроницаемость и морозостойкость, высокая усталостная стойкость, повышенная сдвига устойчивость, а также повышенное сцепление дорожного покрытия, низкий уровень шума и многое другое. Работы планируется завершить до декабря текущего года. Обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются пенсионным фондом в ускоренном порядке. Среднее время обработки запроса составляет от 2 до 4 рабочих дней. Каждая из них рассматривается в индивидуальном порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения. В случае выявления неточностей, ведомство в течение трех рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об этом семью через личный кабинет на портале госуслуг или по телефону. Вопросы и обращения граждан принимаются через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 00 и онлайн приемную пенсионного фонда, а также по горячим линиям региональных отделений организации и в официальных группах фонда в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. В Черкесске появится еще одно атмосферное место. Небольшой сквер, где стоит памятник Есенину и видным государственным деятелям республики, преобразится в оставшийся летний период. Это небольшая территория, площадью порядка 1200 квадратных метров, прилегающая к Каштановой аллее на Комсомольской. Старое, пришедшее в непригодность, плиточное покрытие заменят на новую, применив веерную схему укладки. Изменится также форма и расположение цветников, клумб и газонов. Лавочки и урны, где требуются, отремонтируют или же заменят. Работы начнутся ориентировочно в середине июля. Концерт в московском Кремле. Фестиваль классической музыки под звездным небом Архыза. Масштабное историческое шоу в оригинальной столице. Министр культуры Карачаево Чикеси Зура Багиба в ходе прямой интернет-трансляции анонсировал список мероприятий, которые состоятся в ближайшие три месяца в рамках празднования столетия нашей республики. Задача у нас ровно такая, чтобы каждый народ, а у нас их основообразующих пять, мог продемонстрировать и собрать воедино культуру свою, хореографическую, вокальную, культуру народно-художественных промыслов, ремесел, традиции. Конечно же, все это мы постараемся сопроводить с кулинарией. И вот такой вот фестиваль культуры каждого из народов, чтобы выезжал условно в районы в гости друг к другу. Некоммерческая организация Карачаева Чикеси победила в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив проект «Бессмертные души. Литературная телевизионная олимпиада среди школьников Карачаева Чикеси». Благотворительного фонда «Созидание» стал одним из победителей по итогам третьего специального конкурса текущего года на предоставление грантов президента страны на реализацию проекта в области культуры и искусства и креативных творческих индустрий. Олимпиада, посвященная русской литературе, охватит все районы и города республики. Всего в проекте примут участие порядка 350 школьников. А благодаря широкой информационной кампании количество онлайн-зрителей составит почти 250 тысяч человек. В период с 15 июля по 4 августа в рамках восьмой смены Международного детского центра «Артек» состоится финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2021-2022 учебном году по программам среднего общего образования в 5-7 классах, в котором примут участие около 700 школьников. 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде «Большой перемены». В список финалистов конкурса от Карачаева-Черкесии вошел Владислав Пащенко, учащийся 17-й гимназии «Черкеска». Владислав – умный, талантливый, целеустремленный, активный молодой человек, у которого на счету немало побед, а в различных всероссийских конкурсах. В России пройдет первая национальная премия «Горы России», участниками которой могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Премия, в рамках которой впервые выберут лучший горнолыжный курорт страны и лучший отель для горнолыжников, послужит дополнительным стимулом и мотивацией к улучшению качества предоставляемых услуг в туриндустрии. Замечательно, что участниками могут стать любые всесезонные горные и горнолыжные курорты России, и немаловажно выбирать победителей будут сами жители путем народного голосования. У наших горнолыжных курортов Донбай и Архиз есть все шансы на победу. Народное голосование стартует 1 сентября и продлится до середины октября. В рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии в Москве с концертной программой на фестивале «Дружбы народов» выступили артисты республики. Культуру региона на ВДНХ представляли ансамбли танца «Мингитау» и «Адиюх», а также и Рамина Китаева, Алият Нурлубаева, трио «Виктория», Лаура Акбаева и Анжела Мукова. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению оригинальных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильные осадки. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. А в горах местами плюс 16-21. В северной части высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.